Чтооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Знаете что? Это абсолютно невозможно. Вот невозможно просто взять и не записать видео по очередным невозможным уровням в геометрии. Да, дамы и господа, вы об этом много просили, и поэтому сегодня я вернусь в невозможные, мозговзрывающие и просто безумнейшие уровни геометрии дэша, которые вы мне прислали и которые я сам нашел в топ-листе невозможных уровней. Сегодня будет очень весело, и давайте мы развеем один миф в начале этого ролика. Вот говорят, что невозможно поставить лайк под этим роликом. Давайте-ка вы попробуйте проверить, ну а мы с вами начнем. Начнем мы с первого комментария, в котором нас привлекли стильные невозможные уровни. Давайте-ка возьмем первый из них и посмотрим, насколько же они на самом деле стильные. Мне пока что уже нравится. Этот уровень очень короткий, и здесь шиза с этими кликами начинается прям сходу. Мне вот интересно, здесь тоже нужно 800 миллиардов кликов в секунду делать. Вау, это так клево выглядит. Прям космос во всех смыслах. Троу фейсы. Я понял, почему этот уровень невозможный. И да, я вижу, как он там офигевает. Сколько же там кликов, матерь божья. И все, уровень очень короткий. Но действительно, левел оказался на удивление стилевым. Он мне понравился, неплохая музычка, интересный космический визуал. И я задерживаться долго не буду, сегодня у нас много уровней будет, поэтому сразу переходим ко второму комментарию. Гаранфил советует нам посмотреть невозможные, ну или почти невозможные. Что бы это ни значило. Уровни под различными названиями. Но здесь меня заинтересовал уровень Unnamed 666. Звучит очень загадочно, не правда ли? Я вообще люблю всякие проклятые уровни с названиями 666. И что интересно, этот уровень чувак выпустил на 66 тысяч лайков. И у него было 666 попыток на прохождение этого уровня, представляете? Интересная пасхалочка и, о боже мой, он реально будет демоническим, не правда ли? Ладно, давайте-ка заценим этот левел. Мне, кстати говоря, кажется здесь, возможно, есть какой-то сюжет, какой-то смысл. Хотя не уверен. Но начало было интригующее такое. Сначала все красное, потом серое, там еще на фоне какие-то демоняки были. Я даже на секунду подумал, что здесь будет какой-то цельный сюжет, но... Ну такое. Его можно здесь найти, но это будет совершенный СПГС. Музон клевый, мне нравится, кстати. Такое техно непонятное. Блин, а мне вот стало интересно, есть ли невозможные уровни в версии 2.2? Если вы знаете такие, напишите, пожалуйста. Ну а мы пока попробуем досмотреть это произведение искусства. Выглядит все-таки уровень клево. Правда, я не совсем понимаю, в чем он невозможный. Наверное, здесь тоже в какой-то момент нужно делать 800 миллиардов кликов, потому что здесь очень много моментов, которые тянут просто на экстрим-демона. Ну хотя... Ну вы видите, что происходит, да? О май гад. Не, он очень сложный. Еще знаете, в чем прикол есть? Иногда люди мне пишут в комментариях, мол, вот невозможный уровень, посмотри на него. Я его смотрю, и мне кто-то пишет в комментариях, мол, так его ж вот буквально неделю назад проверили. Возможно он. Просто нужно потратить все нервные клетки и 10 лет жизни. А так возможно все. Блин, и здесь очень часто повторяются элементы какие-то. То есть на уровне визуала это не прям шедевр. Хотя выглядит стилево и спецэффектов много различных. И он опять слишком затянутый, по моему мнению. Я бы сделал его минутки вот на 2-2,5, и это было бы идеально. А он идет оооочень долго как-то. Я даже, если честно, впадал смотреть до конца, но вот. Что-то да поменялось. А то я думал весь уровень будет такой. И вот опять, вроде фрагмент выглядит несложно. Хотя вот это уже выглядело очень сложно. Вау. Вот это клево. Но здесь на самом деле больше подошел какой-нибудь металл-бонофон. Вот если вставить какой-нибудь метальчик, смотрите, как ощущение от уровня меняется, а? Чувствуете, да? Ладно, включим обратно этот трек. Неплохо. Все это? Уже конец? И сейчас в конце будет какая-то шиза. Они любят это делать. Нет? Не сказать, что это вызвало вау-эффект или я на это залип, но мне понравилось. Мы с вами переходим к следующему комментарию. Комментарию от киллера. Он прислал нам мемный. Невозможный уровень. И обычно, когда кто-то мне присылает мемные уровни, я не могу выдержать и минуты. Что здесь происходит? Что? Саша, за привет! Что за трек? Я верю в то, что они возможны на 100%. Что происходит? Здравый смысл покинул чат. И обещал не возвращаться. Ха-ха! Что за бред здесь происходит? Окей! Просто досмотрим его. Что? Это так и было задумано? Ну, кстати говоря, здесь визуал разнообразный. Никаких джамп-скейеров не будет. Там было сказано сейчас. Будет скример! Скример! Только без скримеров. 8 джампов до ада. Что? Волмарт-скример был. Какой-то майонез. Или что это было? Мозг потек. Можно я не буду смотреть? А-а-а! Что за бред? Вот здесь, по-моему, 800 миллиардов кликов в секунду. Что за бред происходит? Там еще какие-то надписи. Троу-фейсы. Я не буду вот это все читать. Вот, аминь. Все. Да-а-а! Я люблю эту песню. А мне вот трек, если честно, не очень понравился. Какой-то он совсем упоротый был. И причем на этом уровень не заканчивается. Там еще 10 секунд, видимо, безумия будет абсолютного. Да. Да, саундтрек фантастический. Мне кажется, автор этого уровня сошел с ума. А если там команда, то это команда сумасшедших. Возможно, они делали этот уровень в турдоме. Я не знаю, я не уверен. Но это, как минимум, было интересно. Я смог дотерпеть его до конца. Если вы тоже, обязательно лайк влепите. Остались самые стойкие с нами прямо сейчас. И самые стойкие переходят к самому интересному. Кто плисту невозможных уровней геометрии дэша? И вы даже не представляете, сколько их здесь. Вот вы думаете, их тут штук 10? Ну, давайте посмотрим. Обачки. 10. Но если мы захотим пролистать пониже, их здесь будет, знаете, сколько? 100 гребаных невозможных уровней. Мне придется делать роликов 10-20, чтобы посмотреть на них все. Но есть один плюс. Я уже видел топ-2 первых уровня. Вот эти уровни вы можете найти на моем канале, если вы их не видели. Обязательно найдите и посмотрите. Это что-то крышесносное. Но мы с вами переходим к третьему уровню. И, судя по всему, этот уровень основан на игре о море. Это интересно. Давайте посмотрим. Кстати говоря, здесь пишут количество FPS, который, видимо, был в уровне, или FPS этот требуется для прохождения этого уровня. И если вас удивила цифра в 1440 FPS, то посмотрите на следующий. 20, мать его, тысяч FPS. Что это за безумие? Мы это увидим чуть позже. Пока что уровень вистфули. И, возможно, здесь как раз-таки будет какой-то сюжет. Потому что там был чувачок из Амори, а у Амори есть сюжет. И там без спойлеров обойдемся. Блин, он такой расслабляющий. Мне даже не верится, что это что-то невозможное. Но здесь уже очень сложно будет пройти этот фрагмент. О, какой он расслабляющий. Главное, на визуал не смотреть. На этот темный, непроходимый визуал. Просто откидываетесь, закрываете глаза и кайфуете. Правда, мне все равно нужно на это смотреть. А вы откидываетесь, кайфуете. Это будет 4 минуты кайфа. Правда ведь? А, фух, я думал, сейчас начнется дабстеп или металл. Но нет. Следующий спокойный трек. Правда, визуал абсолютно неспокойный. Шиза происходит. Но уровень такой темный. Ну, боже мой. Я понимаю, что он должен быть невозможным. И вот прям невыносимо сложным. Но, камон. Надеюсь, потом будет посветлее. Здесь ничего не видно толком. Еще и в тень постоянно уходит. А там-то интересный визуал, как будто бы от руки нарисованный. Почему ты его спрятал от меня? Непонятно. Скорее всего, просто для нагнетания сложности. Блин, ну это прикольно. Мне нравится, по крайней мере. Музыке девяточку. Визуалу пятерочку. Слишком темно. Я даже некоторые элементы не могу нормально разглядеть. Можно было бы визуально этот уровень по-другому обыграть и добавить немного сюжета. Я что-то не совсем выкупаю. А при чем здесь игра о море? Я изо всех сил сейчас пытался выкупить, но не смог. И, собственно говоря, этот уровень закончился. Сейчас мы с вами пойдем и посмотрим на уровень, для прохождения которого требуется 20 тысяч FPS. То есть ничего такого-то всего-то. 20 тысяч у меня, блин, игры кое-как в 100 выдают. Уровень под названием Формоса. У него тоже достаточно странный визуал пока что и очень странный трек. Я даже не назвал это музыкой. Что это за звуки, друзья? Слушаемся. Как будто в животе у кого-то урчит. Чувствуете, да? У какого-то пришельца урчит в животе. Что? Что началось-то? Какого черта? Охренеть! И вы хотите сказать, это не настолько сложно, как предыдущий уровень? Да это один из самых безумных уровней. Его как будто бы ускорили на монтаже. Я не верю в то, что он идет вот в такой скорости. Что? Кстати говоря, здесь визуал поинтереснее. Не сказать, что он шедевральный, но здесь присутствует разнообразие. Правда, музыка странная. Как будто какой-то проклятый джаз или я не знаю. Музыка мне напоминает фильм «Одержимость». Но здесь все на идеальных таймингах. То есть, микрокадр ты пропустишь, и ты этот уровень не пройдешь. Страшно представить, как они делали бота для прохождения этого безумия. Мы с вами одолели 75%. Матерь божья. Ну, с одной стороны уровень разнообразный, а с другой какой-то зацикленный трек и визуал скучноватый, опять же. Но с точки зрения безумия и непроходимости, это, конечно, топ. Это реально топ-5. Я настолько безумных уровней давно не видел. А почему там пришелец вывернут? Это так и надо? Все. Мы досмотрели эту жесть. Дальше у нас идет баллистик-вистфули, который я не так давно видел. Я даже какой-то смысл в нем вроде нашел. У него 3000 фпс. И идет вот этот безумный трек, я его тоже уже видел. А вот следующий уровень под названием Джоу Крессом Бли-бли-бли-бли. Что странные названия вы придумываете? Я не видел. И на удивление он идет всего пару минут. И выглядит хорошо. Здесь запаривались над визуалом. Про трек пока ничего сказать не могу. Мне кажется, трек будет безумным. То есть вы уже слышите, да? О, нет! О, вайп-то классный! Нет, это лайк. Я надеюсь, я смогу это в ролике оставить. Здесь нет никаких авторских прав. Потому что в невозможных уровнях разработчики часто забивают на АП. Потому что их уровни не доходят до геометрии. Какой трек клёвый. Это пойдёт ко мне в плейлист. Правда, я не понял, почему уровень невозможный. Чё-то я как-то залип на трек. Ладно, я кайфанул. Я до сих пор не понимаю, почему это невозможный трек. Возможно, там опять миллиард кликов. Но, мать моя женщина, как хороша была музыка на этом уровне. Это лайк, это лайкосик. Кстати говоря, напишите в комменты, какой из треков вам понравился больше всего. Но мы переходим к следующему уровню, у которого 3000 фпс, называется он Сингулярность. И что-то мне подсказывает, что у этого уровня тоже будет интересный визуал и нормальный трек. Пока что-то интересное. И здесь видно, что он прям невыносимо сложный с первых секунд. А это только начало. Не надо вот этой темноту. Ха-ха, трек сразу разогнался. Да, вот это невозможная хрень какая-то. Я так понял, ключевая проблема кроется вот в этих вот моментах. Угу. Хотя здесь весь этот уровень, это Сингулярность безумия. Почему невозможные уровни такие темные? Или мне нужна яркость на экране подкрутить? Я не понимаю. Ого-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го-го. В конце решили всем задницу разорвать. Ну вот, даже если возможно каким-то образом пройти начало, вот этот вот финальный фрагмент, его пройти 100% невозможно. Интересно, будет ли таким же безумным следующий уровень под названием шиппинг? У него символично 2022 фпс. И опять как будто бы корабль сломан. Ну ладно, это видимо бот или чит. И здесь визуал интересный такой, загадочный. Мне кажется, в проценте на 20-25 начнется трэш, и я почти уверен, что музыка здесь сапэ. Впрочем, она здесь не то чтобы классная. Просто эмбиент какой-то. Хм, это интересно. Ой, ну это банальщина. Я прям очень много таких уровней видел. Ну такое. Меня здесь что-то ни трек не впечатлил, ни визуал, ни происходящее в уровне. Я бы хотел какой-нибудь клоунский невозможный уровень. Если такие есть, и вы знаете такие уровни, пришлите мне, пожалуйста. Ну а пока этот уровень наименее впечатляющий на сегодня. У нас были сегодня безумные уровни. Прям крышесносные. Были очень красивые. Были очень музыкальные уровни. Это что-то ни туда, ни сюда, но там вот башка роблокс персонажа была. Ну ладно, ну предположим. По крайней мере, мне нужно было посмотреть на этот уровень, чтобы увидеть весь топ 10 невозможных уровней. Кстати говоря про топ, мы переходим к 10 месту. Сайберфобия. 500 фпс. Если я правильно понял, название этого уровня можно кое-как перевести как боязнь цифрового, боязнь кибернетического. И это такой sci-fi и кибернетик уровень очень стилевый. Мне кажется, он будет интересен. Музыка уже неплохая. Визуал мне тоже нравится. Стилевое сочетание такое. Ой, сейчас будет эпик, да? Вот это кайф! Тут вам и анимации, и спецэффекты, и трек-драйвовые. Я бы вот эту штуку поставил гораздо повыше. Хотя, возможно, у них какая-то своя сортировка. Вау! Это прям залипалово! Я прям не хочу вас отвлекать, вы просто слушаете, да мурашек прям. Офигительно. Здесь даже корабль летит под биты. Блин, ну вот клево же. Очень залипательный уровень. И опять же, здесь я верю в то, что невозможный. Там столько невозможных фрагментов было, это жесть. Ну вы видите, да, происходящее на экране. Кто иногда делает просто черный экран, изредка появляется корабль, и все, невозможный уровень. Это было клево. Мне понравилось. Это цайбер круто. Я надеюсь, что вы уже оставили свою цайбер подписку, потому что без нее вы не увидите следующие цайбер ролики. Уровень тем временем у нас уже заканчивается. Будет ли какая-то пасхалочка в конце? Давайте досмотрим. Видимо нет. В конце такой расслабончик. А, нет, я бы сказал, что это отсылка на гребаного робокролика. Вы сами знаете какого, но вряд ли, очень вряд ли. Ну что ж, этот уровень мне тоже понравился. И знаете что? Мы можем сделать отдельную рубрику с невозможным топ-листом или с топ-листом демонов, если вам это понравилось. Если хотите увидеть продолжение невозможного топ-листа, ставьте лайк. Если хотите увидеть какой-нибудь другой лист уровней в геометрии, обязательно пишите об этом в комменты. Не забывайте, что с вами сегодня был Fox Neo. Не забывайте подписываться и увидимся.